Цены рухнули. Цены перешли от роста к стагнации. В июне наконец-то рынок оттолкнулся одна. Мы были рады снизить цены, но не можем. Цена со скидкой, с такой ипотекой, с такой ипотекой, с живыми деньгами. По каким-то там данным, откуда взятым, непонятно. Эти хитрые схемы, я запутался. Никто не знает, что происходит. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы в эфире канала М2ТВ. И на сегодняшний день я запутался, честно скажу. Я столько всяких публикаций читал в СМИ. И об этом не раз уже высказывался. И просто, особенно когда ты читаешь заголовок, цены рухнули. Потом идешь внутрь, на целых 0,4%. По каким-то там данным, откуда взятым, непонятно. Сегодня у нас в гостях Алексей Попов. Как это правильно? Главный аналитик ЦАНА? Руководитель сервиса ЦАНА Аналитика. Есть такой сервис в ЦАНе. И вот руководитель Алексей Попов. Просто с Алексеем мы знакомы очень давно. И мало того, мы даже в какой-то степени один в тот же вуз заканчивали. Только я айтишником. А у тебя как геофакт был? Экономик географ. И мы сегодня говорим про цены, точнее про рынок недвижимости. Естественно, про цены. То, что всех интересует, наверное, больше всего. Но я уже не раз говорю, что цены, сделки и все прочее. И хорошо как это смотреть, обдумывая. А не просто взять, вот тупо взять какой-то срез за прошлый месяц из Росреестра. Там вот что-то произошло. В среднем по больнице. Потому что я тоже на днях прочитал какой-то пост, что Краснодарский край вышел на второе место по средней цене за квадратный метр. Я думаю, как? А правильно, 350 тысяч в Сочи. Да, в Сочи, да. Особенно много обновлений. Я же читаю Краснодарский край. У меня первая ассоциация к Краснодару. Думаю, как может быть там вроде еще полгода назад 106 была цена. А оказывается, они сравняли с Сочи. И в среднем по больнице там 250. Вот такая история. Вот, собственно говоря, манипуляция цифрами очень большая. Но давай крупнее в Москве. Итоги. Ну, мы с тобой встречались в конце условно апреля. В конце марта. Марта. То есть первого квартала. А сейчас у нас второй квартал закончился. Принципиально второй квартал от первого чем отличается? Давай крупными мазками, как ты действительно предложил. Первое, рынок устоял. Второе, при этом очень заметный спад спроса. Больше, чем предсказывали аналитики. Больше, чем мы рассчитывали, исходя из каких-то предварительных показателей спроса. Цены перешли от роста к стагнации и даже по некоторым локациям, по некоторым сегментам есть снижение. Растет объем предложения. Вот такие вот в формате подлежащие и сказуемые. Вот если описать, что происходит, происходит вот такая ситуация на рынке. И никто не знает, что будет дальше. Ну, это понятно, да. А давай разделим. Два сегмента, как минимум. Новостройки и вторичка. Потому что, на мой взгляд, они как-то вот себя сейчас более независимо, что ли, друг от друга ведут. Для большинства тех, кто хочет открыть бизнес в недвижимости, есть три барьера. Первый – высокая стоимость риэлторских франшиз. Вторая – рекрутинг-агентов. И третья – необходимость наполнить склад товаром, то есть набрать базу объектов. Именно поэтому многие начинают бизнес с новостроек. Здесь товар уже есть. Но до недавних пор самый дефицитный товар – московские новостройки – был доступен лишь пяти блатным агентствам Москвы. С появлением франшизы «Самолет плюс» продавать московские новостройки может каждый, кто хочет начать бизнес в недвижимости в любом регионе. Кстати, с этой франшизы уже можно продавать новостройки Питера, а также можно оказывать смежные услуги жителям своего района. При этом стартовые расходы составят всего несколько сотен тысяч рублей. То есть здесь нет первого барьера, о котором я сказал вначале. Оставшийся второй барьер решается просто. Суть в том, что «Самолет плюс» – это формат мини-агентства, где не нужен системный рекрутинг. Вы вообще можете пригласить к себе на работу знакомых и родственников. Еще одно сомнение – бренд. Возможно, в вашем регионе он еще неизвестен. Не переживайте, это ненадолго. Скоро стройки самолета появятся во многих крупных городах. К тому же в 2022 году будет большая рекламная кампания. Но в этот момент ваш регион уже может быть занят франшизой «Самолет плюс». Именно так случилось с Татьяной Морозовой, нашим партнером из Новороссийска. Но она все же нашла выход. Вам же я рекомендую как минимум посмотреть несколько интервью с руководителями этого проекта. По ссылке здесь и в описании. Напомню, что за проектом стоит не только крупнейший федеральный застройщик «Самолет», но и федеральная сеть агентств «Перспектива-24». Все подробности вы найдете по ссылкам в описании. Успешного бизнеса вместе с «Самолет плюс». Если говорить про новостройки, ну, более такой, наверное, популярный продукт, но, мне кажется, менее показательный. Лучше оцифрованный. Лучше оцифрованный, да, вот так правильно. Что сейчас с ним? И я слышу практически от всех застройщиков. Вот неделю назад мы снимали мероприятие, посвященное продукту, и там представитель ФСК сказал, что мы бы и рады снизить цену, но не можем. Даже мы перешли тут в бизнес-классе на турецкие вместо итальянских, я имею в виду, комплектующих, и даже на планировки как-то более оптимально сделали. Но не можем мы снизиться в цене и не планируем. Вот действительно ли так происходит, как говорят некоторые застройщики, что цены не снижаются? Цены почти не снижаются, я бы так сказал. На самом деле, более важный индикатор, который характеризует то, что происходит на рынке, это число сделок. Поэтому я предлагаю сначала обсудить его. Что у нас было в первом квартале? В первом квартале были рекордные показатели спроса. Никогда так много не продавали в январях, как в январе этого года, в февралях, как в феврале этого года. И в марте вообще близкие к рекордным показателям за весь период наблюдений. Затем был очень заметный спад. Очень сильно снизились продажи в апреле, практически на 50%. И заметно снизились продажи в мае. В мае относительно апреля еще минус 20%. Это много. Как я уже говорил, это больше, чем мы ожидали, больше, чем мы предполагали, исходя из каких-то предварительных прикидок. Исходя из того, что все равно появилась льготная ипотека сначала по 12%, потом по 9%. Все равно им совсем помогало. В июне, наконец-то, рынок оттолкнулся одна. Московский регион плюс 20% относительно мая. Петербургский регион плюс 10% относительно мая. Регионов пока мы не знаем. В 20-х числах месяца будет статистика по регионам. По количеству сделок. По количеству сделок. По количеству сделок. Теперь, что происходило с ценами. Зима, январь, февраль, март. Рост цен. Некоторые застройщики на фоне этого ажиотажного спроса, когда ключевая 20% стала, когда первые эти ограничения на валютные операции стали вводить, решили очень заметно проиндексировать цены, так что пришлось даже в фаз вмешиваться своими словесными интервенциями. Поэтому первый квартал. Цены так быстро росли, как они росли на протяжении двух последних лет. Апрель, май, июнь. То, что мы называем ценами предложения, то, что публикуют застройщики в своих прайс-листах, на самом деле ценовая стагнация. Там какое-то движение на десятые доли процента туда-сюда. Это все игры для аналитиков, по большому счету. Для обычных людей нужно понимать, что цены в среднем по выборке не меняются. Что интересного стало происходить с ценами за последние два месяца? Я думаю, что ты внимательно следишь за всем происходящим на рынке, рекламные кампании. Много, я думаю, слышал рекламных кампаний с ипотекой по 1%, по 2%, 0,1%. Если бы можно было, наверное, можно было и минус 0,01%. Но, к сожалению, законодательно нельзя у нас под 0% ипотеку выдавать. Что это значит? Это значит, что не бывает бесплатного сыра, ни в каких субстанциях. За это нужно платить. Повышается цена самого помещения. Мы посмотрели по нашему ключевому застройщику, девелоперу номер один. У него есть весь ассортимент в оцифрованном виде всех его ипотечных программ. Вот эти вот ипотеки по 0,01% – это плюс 20-22% к цене помещения. То есть, если ты приходишь и говоришь, у меня есть деньги, окей, вот тебе квартира за 9 миллионов рублей. Если ты приходишь и говоришь, хочу ипотеку 0,01%, эта же квартира, соответственно, будет стоить плюс 20% к этой цене. Как это все отражать в статистике, как это совместить с предыдущими рядами? Как это все будет отражаться в статистике уже непосредственно, которую видно через системы, с которыми работает Росреестр, пока не совсем понятно. Прошло не очень много времени. Но это, на самом деле, вот такая отдельная задачка для аналитиков сейчас небанальная. Как совместить то, что было раньше, когда у нас была одна цена, но иногда две цены. Цена и цена со скидкой. А теперь цена и цена со скидкой с такой ипотекой, с такой ипотекой, с живыми деньгами. Ну, в общем, будем смотреть, что с этим сделать. Но, тем не менее, цены предложения, то, что мы так или иначе все равно считаем такими базовыми ценами, они сейчас практически не меняются. Причины, ну, как бы много раз говорили, почему там в эпоху искровых счетов невозможно заметно снизить цены. Потому что застройщикам надо заниматься этим вопросом с банком. Заниматься чем-то с банками сейчас довольно рискованно. Проходить заново какие-то кредитные комитеты, я думаю, мало кто сейчас хочет. Поэтому вот такого массового переписывания ценников его нет. Но что есть? Новинки рынка, которые выходят, которые стали выходить наконец-то в мае, которые выходили в июне, они выходят по более аккуратным ценам. А что ты называешь аккуратным? Это значит, что жилой комплекс комфорт-класса в Москве выходит по цене 230-250, а не 300+, как это было зимой этого года. Я сейчас говорю, чтобы был понятен порядок цифр, не хочу называть конкретные адреса конкретной компании, но действительно стало больше предложений, которые похожи на те цены на котлование. Потому что мы всегда до этого привыкли, что новинка рынка, большой проект выходит на котлование, нужно вывести по относительно привлекательной цене. Достаточно долгое время, в 2021 году этого не было. Выходили объекты, выходили сразу по приличным очень ценам. И, в общем, было не совсем понятно, на самом деле, даже в чем такой смысл спешить именно покупать на котлование. Там есть определенная мотивация. Если человеку нужны какие-то особенные планировки, особенное местоположение квартиры, это да. А вот так, если все это прикинуть, скажем так, стоимость денег в моменте стоимости ожидания квартиры, тут, на самом деле, были вопросы, имело смысл спешить покупать на котлование или нет. Сейчас ценообразование стало более аккуратным за счет этого. И вот эта около нулевая динамика по ценам, она и сформировалась за последние несколько месяцев. На вторичке серьезные сложности. Если описать, что происходит, происходит вот такая ситуация на рынке. Куда вот это все приведет? Разбирать всю эту историю, это, честно скажу, достаточно сложно. Несколько месяцев мы живем в условии ценовой стагнации. Мы сегодня говорим про цены. 2021 год, когда выходили по высоким ценам, но были примеры, кстати, ровно год назад, весной даже чуть больше, когда компании выходили по какой-то цене, тут же какой-то ажиотажный спрос, они тут же сворачивали продажи, откатывали назад, но были даже скандалы, и выходили уже с более высокой ценой. Понятно, почему это было, и вот этой истории, как это, разницы между котлованом и не котлованом не было. Сейчас это возвращается, то есть появляется некая привлекательность купить на котловане, и покупают ли, или все равно вот некая стагнация присутствует? Сейчас смысл покупать на котловане действительно возвращается, да. Прошло не так много времени, да, потому что, ну, тут все правильно, о чем ты говоришь, да, что были случаи, что объекты стартовали по шоковым низким ценам, как бы с огромными продажами, что действительно приводило к скандалам. Были случаи, когда объекты в отделе по шоковым высоким ценам, и сделок не происходило, тоже, наверное, были какие-то скандалы у застройщиков. Сейчас ситуация больше похожа на то, как мы привыкли воспринимать рынок, там, вот рынок, там, 15-го, 16-го, 17-го годов. Если говорить про... Я просто читал статистику, что, например, именно в июне месяце, наконец-то вышло достаточно большое количество новых объектов, я имею в виду, в новостройках, как-то называю, МКД, да, квартирные дома. Там отметилось это в Москве, в Питере и в Краснодаре, в Краснодарском крае. Это норма, просто я всегда, как это, чтобы понять, я хочу, как это, с базой сравнивать, не с какими-то нетипичными месяцами, типа, там, апреля или май, а с базами. В СМИ этого нету, там, вот, я беру, условно говоря, за базовый месяц, там, не знаю, февраль, пусть даже будет, потому что это было до спецоперации. Это был, там, нормальный рост, там, конъюнктором привыкли в течение года, и, как бы, какие-то объемы плановые, да, потом все поменялось, перевернулось, упало, поднялось и так далее, и так далее. Вот, если сравнивать с нормальным каким-то месяцем, не знаю, средний, за 21-й год, вот то количество объема ввода, которое сейчас, это нормальное, это меньше или больше? Ну, смотри, за первые два квартала 2021 года в Москве и Подмосковье вышло немножко меньше, чем за первые два квартала 2021 года. То есть тогда вышло где-то 5 миллионов квадратов продаваемой площади, сейчас вышло 4,2-4,3. Ну, да, это меньше, да, это меньше, но это не обвальное снижение, там, в числе, там, ЖК, в числе корпусов, наверное, похожая ситуация. В регионах ситуация хуже. Вот сразу хочу сказать, что в регионах новинок меньше, в регионах менее, скажем так, активно банки стали выдавать разрешительную документацию, назовем это так, да, там, в широком смысле этого слова. Там ситуация похуже, но ее мы еще не оцифровывали. Что касается, вот действительно, там, той статьи, наверное, которую это мог наткнуться, рекордный выход нового предложения был в мае в Москве, в московском регионе, но это за счет того, что в марте и в апреле никто практически ничего не уводил, потому что было настолько непонятно, что будет. То есть это отложенный ввод. Это отложенный ввод, да, как бы все равно эти документы, это разрешительная документация, она имеет свою, тоже как бы свои сроки годности, да. Если ты разрешение на строительство... Они имеют сроки годности. Да, они имеют сроки годности. Если разрешение на строительство не активируешь, потом возвращайся, пожалуйста, в исходную точку. Да, я тут тоже немножко упрощаю, да, но я думаю, что для широкой аудитории так будет даже лучше. Мне часто звонят роботы, но на медни позвонил один, которого я и раскусил не сразу. Диалог был настолько похож на настоящий, что я согласился получить информацию в WhatsApp. В итоге сейчас я знаком с несколькими кейсами из недвижимости, которые демонстрируют работу этого робота, как по найму агентов, так и по работе с клиентами. С примерами и подробностями вы можете познакомиться по ссылке в описании, а фрагмент одного из них вы услышите прямо сейчас. Алло, я вас не слышу. Алло. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я звоню вам по поводу квартиры. Удобно говорить? Слышаю. Звоню из агентства недвижимости... Скажите, если мы своих клиентов сориентируем на вашу квартиру, и они будут готовы внести аванс и выходить на сделку, то в случае продажи мы можем рассчитывать на минимальное вознаграждение 2%? Я буду счастлив. Тогда я сейчас передам ваш контакт нашему специалисту, и он с вами свяжется в ближайшее время. Секундочку. Кот, ну, вообще, блин, вот это робот. Все, я все передал. Пускай это будет наш маленький секрет. Подскажите, у вас есть еще вопросы? Куча. Понял, я перезвоню позже. До связи. Действительно, поэтому много вышло объектов в мае. Не так много, но тоже много вышло объектов в июне. Это в том числе и проекты, которые начали проходить процедуры получения проектного финансирования еще зимой этого года. Это тоже нужно понимать, что эти компании тоже не хотят в том числе возвращаться и по этому аспекту назад. Если у них уже есть, они там какие-то этапы в банках прошли, они тоже в исходную точку возвращаться не хотят. Ну и всегда есть какой-то шанс, какая-то надежность, что если там будет новый проект, в новой локации, каждый девелопер, он считает, что у него там самый лучший, самый оптимальный для этого места продукт, он обязательно выстрелит. В принципе, похожая ситуация была с 2015 годом. Конечно, там внешнее воздействие было совсем другое. Там тоже были санкции, там тоже была девальвация рубля и высокая ключевая ставка. И тогда действительно тоже очень много новинок в московском регионе вышло. Вот те самые огромные проекты комплексного освоения территории вокруг МЦК, то, что сейчас уже они там достраиваются и заселяются, как раз тогда застройщики получили в 13-14 году разрешительную документацию. И в 15-м году, несмотря на очень слабый спрос, несмотря на то, что тогдашнюю льготную ипотеку, нынешним словом льготные называть, вообще было бы неправильно. Все равно объекты массово выводились. Я не помню, у вас или еще где-то прочел, что зафиксировано падение выручки у застройщиков, но при этом, если падение выручки, условно говоря, там произошло на 7%, то падение числа сделок на 17%, что говорит об укрупнении, собственно говоря, самих сделок. То есть они стали дороже. Это правда, нет? Нет, сделки стали меньше, метражи снизились, и поэтому как раз выручка в годовом выражении могла вырасти, просто потому что цены все равно в годовом выражении подрастают. А вот на этом отрезке 3-4-5 месяцев очень сильно снизился средний метраж сделки в Москве. Такого достаточно давно мы не наблюдали. Вообще в Москве идет много сделок, в Москве и в Подмосковье, и поэтому этот показатель достаточно консервативен, достаточно стабилен. Здесь буквально за 3-4 месяца на 4 квадратных метра средний метраж проданной квартиры снизился. Это очень много. Это понятно, что люди, во-первых, пытаются сейчас, они пытаются вписаться в лимиты, которые, ну да, они в Москве довольно приличные, 12 миллионов рублей, но все равно там как бы средний ценник сделки в Москве, он уже к 20 миллионам-то вполне себе подбирается. Поэтому люди стараются вот ужиматься вот в эти вот лимиты, потому что, да, есть комбинированная ипотека, да, когда есть 12, ты можешь по льготной, и до 30 по рыночной, да, но эти программы только сейчас стали появляться. И еще один момент по поводу выручки застройщиков, которым я уже немножко подсветил про эти программы по 0,1-0,0,1 процентов, платят за это, за эту субсидию застройщик, да, то есть это как бы прямые употребители. Ну, застройщик не получает этих денег, да, я имею в виду, что он, да, как бы он только обеспечивает инфраструктуру, да, совершение этого платежа. То есть в данном случае, как бы некоторые вот сейчас застройщики, они в качестве вот этой вот базовой цены ставят цену вот по самым привлекательным кредитам. А цена со скидкой – это если ты придешь с живыми деньгами. И вот эти хитрые схемы, они, конечно, сейчас начнут искажать статистику, да, застройщики получают не так много, как мы видим в рамках вот этой вот статистики. Ну, особенно если доля таких сделок будет существенно увеличиваться. Она приличная. Условно говоря, можно 20% вырезать, ну или 10, да. Ну, смотри, вот по итогам последнего месяца, по которой есть статистика ЦБ, там процент, средний процент под ДДО меньше 4% пунктов. То есть это значит, что сделки, они в основном проходят практически все с каким-то дополнительным льготированием процентной ставки. Ну или та самая семейная, ну правда семейная так много не может быть. Там 6, да, там есть. То есть это субсидированная ставка там и так далее, и так далее. А если говорить про ипотеку, вот буквально на днях там некоторые агентства недвижимости крупные, в которых есть большая статистика, прямо чуть ли не написали, там, ипотечный бум. Ипотечный бум, опять же, в сравнении с чем с маем, там, 74% рост Новосибирсии, 50% где-то там, рост где-то еще. Или это все-таки какое-то относительно там февраля нормального сезона. Давай разберем слово бум. Растет доля ипотечных сделок, это факт. Фоновое значение доли ипотечных сделок, там, 21-го, начале 22-го года в московском регионе порядка 65%. Да, там, как бы в разных объектах, в разных локациях, как бы разные цифры. В Москве чуть поменьше, в области чуть побольше. Продажи в июне 79% Москва плюс Московскую область доли ипотечных сделок. Москва впервые 75+, область впервые 80+. То есть, действительно, доля ипотечных сделок, она действительно растет. Но при этом, как бы, вот этого роста спроса в абсолютном выражении, да, ну, пока что, ну, да, он есть там плюс 20% относительно очень слабого мая, да, но пока что такого сверх ажиотажа мы не видим. Я сегодня в первой половине дня был на мероприятии РСПП, да, там были в том числе представители банковского сообщества. Они показывали графики по тому, как они работают с заявками сейчас. И там, действительно, заметный рост спроса, начиная с середины мая по числу заявок. Я честно скажу, мы такого роста спроса вот в нашей аудитории, то, как люди приходят там к нам на сайт, кликают на телефоны и звонят звонки. Мы такого роста спроса там пока что не видим. Ну, и, собственно говоря, пока что вот этого роста спроса, выраженного в сделках, пока что тоже, в общем-то, не было. Но картинки сегодня видел весьма бравурные. Будем надеяться, что они дойдут, эти заявщики, заемщики, до сделок уже в июле месяце. Ну, как минимум, они, как это, щупают почву. Вот как раз, раз уж ты сказал про это кликанье, а нет ли статистики о том, что люди активно смотрят, ну, именно серфер, что называется, да, но при этом все равно сделок нет? То есть тогда можно говорить о том, что это некий отложенный спрос накапливается. Смотри, Борис, вот это явление, активное кликанье, когда ты точно не собираешься покупать квартиры, оно характерно для вторичного рынка. Да, там люди, действительно, у нас есть часть нашей аудитории, люди приходят на сайт, смотрят квартиры, которые им нравятся, без намерения их купить. У нас, на самом деле, по числу просмотров объявлений, там всегда лидируют районы типа Пресненского, Хамовников, Арбата, но это не значит, что там очень много сделок совершается. Вот это есть такая часть нашей аудитории, она, естественно, не решающая, да, основная наша аудитория, она правильная и хорошая, те люди, которые кликают для того, чтобы позвонить и купить, но такое действительно есть. Нет, на первичном рынке достаточно хорошо, как правило, вот эти показатели друг с другом бьются. Сначала люди там пришли, покликали, позвонили, посмотрели, потом заключили сделку, потом это все увидели в продажах, да, просто чуть больший лаг в этом году, чем обычно, но и обстоятельства необычные у этого года. Ну, то есть люди продолжают искать активно достаточно, и можно говорить о том, что это все установится. Субтитры сделал DimaTorzok